И в продолжении темы актуальные вопросы борьбы с уклонистами от армии представители отделов по делам обороны обсудили в здании Академии Творчества. Важно подчеркнуть, что в упомянутом ранее Тимирском районе наряд на весенние призы составил 48 человек. Однако ряды вооруженных сил пополнили лишь 39 темирцев. Планы по осеннему призыву также составляют 48 человек. Военные выделили основные причины отказа молодых ребят отдавать долг родине. Безусловно, проблема с уклонистами от службы в армии является актуальной в Тимирском районе. И это несмотря на то, что практика косить от службы в вооруженных силах может ударить по карманам в первую очередь родителей и призывников, а именно штраф 5 МРП. Уклонистов очень много, в розыске находится 90 человек у нас по району. И все находятся за пределами района. Заявки под уем, розыск РОВД. Находится, но очень малый процент находится. Это первая проблема. Вторая проблема – это очень много суеверных, которые читают намаз. С ними проблема тоже. Они в армию не хотят идти, потому что им должно предоставляться место, где они должны 5-дневно намаз читать. Такого места, естественно, не могут. Войсково сейчас представить, из-за этого их не берут в армию. Родители очень так относятся критически. Когда приходишь, они сразу начинают ругать, начинают. Сына не будут отправлять в армию, потому что в армии в последнее время сами суициды, самострелы. Из-за этого, вы будете ответить за него? Я говорю, отвечать не могу, потому что моя должность – отправить войска. А там уже командир бригады, командир сейчас, он был за него отвечать. Ну, естественно, они не понимают этого, родители. И боятся за своих детей. В остальных районах, помимо Иргизского, ситуация стабильная. Молодые люди изъявляют желание служить в армии. Однако имеются и другие проблемы. В частности, призывной пункт Мартугского района находится в административном здании. В районе требуется отдельное здание. По весеннему призыву, если сказать, выполнение нарядов на 100%, на 109% выполнили. Наряд составлялся 45%. Мы отправили по нашему району 48 человек призывников. На сегодняшний день, уже 4 сентября, начинается осенний призыв. На осенний призыв, призывники по нашему району, уже на первую команду, 2 человека предназначены. План какой на осенний призыв? План 45 человек дают. Наберете? Ой, молодежь будет? Думаем, наберем, да. Также на совещании обсуждался актуальный вопрос борьбы с коррупцией в призывных пунктах и комиссиях. Были рассмотрены методы профилактики и борьбы с подобными нарушениями. Николай Сырбов, Армандус Магомбетов, телеканал Актюбе.